Жители дома номер 3 в Лютеранском переулке возмущены состоянием здания, с которого сыпятся тяжелые куски штукатурки и фрагменты фасада. Люди жалуются на отсутствие отопления и сырость в квартирах, а также дырявые трубы в подвале. Дом номер 3 в Лютеранском переулке – памятник архитектуры. Само здание постройки 1880 года. Если некогда, в старые времена он назывался доходным домом, то сейчас его внешнее состояние превращается, по словам его обитателей, во что-то немыслимое. Каждый день люди, выходящие из подъезда, стараются быстрее отойти подальше. Говорят, архитектурные украшения висят на честном слове. Потому надеются лишь на милость погодных условий и на не очень холодную зиму без снега. Зияет крыша, дырки там такие сплошные, что когда дождь идет, слава богу, он редко бывает. Летит вода со всех сторон, лавина просто. Что еще? Дворников нет вообще. Сами забираете? Нет. Ну, приходят там раз в три месяца какой-то на прихвате, на подхвате, и что-то там заметает. А так нет, нет. В основном здесь проживают люди пожилого возраста. У них нет денег самостоятельно решать проблемы. Да и коммуналку говорят, мы же платим, а за что? Вот труба в подвале прорвала. Сантехники пришли, сказали, все сухо. Сырость идет из подвала. Как жековцы говорят, что это канализация старой трубы, которую надо менять. Но когда до нас очередь дойдет, неизвестно. В квартире вонь, плесень, стенки мокрые, вода течет. Женщина тут страдает страшно. А что делать? Жильцы говорят, им кажется, что они оказались в параллельной реальности. Если до 91-го года проводились хоть какие-то поддерживающие ремонты, то сейчас никто ничего не делает. С 91-го года никто проезжую часть по Литеранскому переулку не ремонтировал. Ощущение такое, что танки здесь не пройдут. Здесь яма на яме. Никому до этого нет дела. Травайные рельсы, если посмотреть вдоль по рельсе, это амурские волны. И еще с провалинами. То есть, когда сойдет трамвай с рельсов, никто не знает. Но это может произойти каждую минуту. Посовещавшись между собой, соседи решили писать во все инстанции, кто куда может. Подали заявку на 1535 сайт горсовета. В администрацию президента даже писали. А иначе, говорят, перестанем платить коммуналку. За что мы платим, если нас никто не слышит?